Всем привет, это Горца Владимир и мое последнее торговое видео в уходящем 2019 году. Здесь я буду рассказывать кратко о своей стратегии, показывать о режиме реального времени сделки, как они исключаются. Полное описание стратегии будет по ссылке к этому видео, оно бесплатно, без регистрации, так что пользуйтесь. Ну а сейчас я хотел бы начать вот с демонстрации прихода 1000 долларов. Это та прибыль, которую я выводил в прошлом видео. И там я как раз показывал, как оформляю заявку. Вот приход. Остальные операции я уже сокрою, я думаю, они никому не нужны. 1000 долларов через систему ватманий. И эта операция потребовала примерно 2 рабочих дня. Наверное, для кого-то это довольно много, но лично мне не критично. Главное, чтобы брокер вообще выплачивал деньги, а там 2 дня, 1 день, 3 дня. Не принципиально. Но просто имейте в виду, что это не всегда происходит в тот день, в который вы обращаетесь. Ссылку на брокера на Pocket Option я оставлю тоже в подписи к этому видео. Там есть демо-счета, без уважений. Тренируйтесь. Так, ну что, давайте смотреть. Здесь будут сделки, которые я заключал. И плюс я буду комментировать не только рыночные ситуации, но также рассказывать о самой стратегии. Это все будет сейчас постепенно выглядеть. Вообще, она рассчитана не на торговлю против тренда, как некоторые думают. Это не так. Она рассчитана на торговлю против быстрых ценовых импульсов. Видите, зеленые свечи подряд. То есть, цена очень быстро росла, без новостного фактора. Это можно видеть, если заглянуть в экономический календарь. Здесь таймфрейм 2 минуты. То есть, каждая свечка на графике формируется в течение 2 минут. Сделки заключаются тоже по 2 минуты. Я жду, когда свечка подходит к концу. Она получается относительно длинной. И покупаю акцион на понижение на 2 минуты. В расчете на быструю коррекцию рынка после вот этого взмаха цены. Ну, за этим мы сейчас понаблюдаем. Я сделаю на ускорении, чтобы не ждать все 2 минуты, да. И кратко также буду рассказывать про стратегию. Ей уже более 3 лет. Она уже проверена временем. Я не скажу, что она халявная. То есть, если кто-то ищет там прям халяву, то, наверное, это не тот вариант. Здесь нужно потренироваться. Видите, кстати, там был фильтр. Только что было показано, что такое фильтр. Он позволяет нам оббрасывать сильные ценовые движения, против которых заходить нам не стоит. Здесь сделка закрывается с убытком за 10 долларов. И как только это происходит, я сразу покупаю акцион на 2 минуты на понижение за 30 долларов. Вообще используется 6 сделок в серии. Иногда изредка бывают убыточные серии. Но они, повторюсь, отбиваются и приносят стратегия прибыль. То есть, на долгосрочной перспективе она прибыльная. Кроме того, ее полное описание есть в моем бесплатном вводном курсе. Ссылку на него оставлю в подписи к этому видео. Обязательно пройдите. Курс занимает 5 дней. Он бесплатный, без регистрации. Здесь, как мы видим, вторая сделка закрылась с прибылью и перекрыла убыток. И следующая рыночная ситуация. Здесь уже валютная пара евро-франк. Вновь видите, быстрый ценовой импульс. То есть, свечки довольно длинные. Цена прям проваливается вниз. Фильтра здесь нет. О фильтре, опять же, рассказано все в вводном курсе. И, в общем-то, я готовлюсь к покупке опциона выше. Покупаю за 10 долларов на повышение. Потому что импульс направлен вниз в этот раз. И дальше остается нам только ждать, каким образом будет завершена сделка. Меня иногда спрашивают, зачем я делал вводный курс. Типа, почему он бесплатный. Ведь бесплатного не бывает и так далее. На самом деле, все довольно банально. Когда стали люди меня спрашивать об одних и тех же вещах, то мне стало проще сделать вводный курс для всех желающих, чем отвечать разным людям на одни и те же вопросы. Да, там сделка закрывается с профитом. И мы переходим на график валютной пары евро-к. Для входа используется правило, что заходить нужно не менее, чем после трех свечек. Три свечки хорошего размера. Вот здесь, видите, первая была средненькая весьма. Две, а последующие довольно длинные. И как только свечка закрывается, я покупаю опцион на повышение. Возможно, здесь стоило подождать еще одну свечу. Потому что первая, повторюсь, была не очень большого размера. И, собственно, здесь мы видим продолжение импульса. Вот как раз после текущей свечи, которая формируется, по-хорошему надо было бы зайти. Поэтому здесь я немножечко поспешил. Покупается второй опцион за 30 долларов после того, как первый закрылся с убытком. Ну и продолжаем как раз-таки говорить о стратегии. Там есть фильтры, которые, во-первых, ограничивают по времени использование стратегии. Она предназначена для европейско-американских торговых сессий. То есть это, в общем-то, дневное время по Москве. И плюс есть серьезные фильтры, которые защищают от длительных последовательностей свечей. Он полностью описан в четвертом уроке, где рассказывается про вот эту, так называемую, дневную методику. В общем-то, есть смысл посмотреть. Использовать можно на разных счетах разных компаний. На одноминутных таймфреймах экспирация будет 1 минута, на двухминутных таймфреймах 2 минуты. И, соответственно, например, на счетах onTradeBar, где экспирация от 3 минут, там используется график 3 минуты таймфрейма. Здесь я покупаю уже третью сделку за 90 долларов. Как бы это не проблема. Если рынок начинает засыпать, появляются небольшие свечи, то при необходимости экспирация повышается. Тем самым мы как бы пережидаем неудобные для нас периоды. Вот здесь вновь восходящий импульс. Но мы видим, что у последней свечки была длинная тень. И такие входы иногда бывают рискованными. Потому что желательно, конечно, покупать опцион, если свеча длинная и практически без тени. Вот без верхней в данном случае. Но здесь, тем не менее, я решил, что называется, зацепиться за рынок. То есть не терять вот эту вот возможность зайти. Видите, я не заходил после третьей свечи. То есть нет жесткого правила, что 3 свечки в одну сторону и заходи. Нет, нужно смотреть на их длину. Здесь я ожидал как раз-таки из-за второй свечи, что будет с четвертой. Четвертая тоже была небольшая, поэтому ждал пятую. И как мы видим, здесь профит сейчас будет прямо с первой сделки. То есть рынок разворачивается и сейчас будет фиксация прибыли. Да, готово, появилось информационное окошко. И мы переходим к следующей рыночной ситуации. Вот здесь как раз-таки длительная последовательность. Ну такая относительная, да, около 7 свечей. И я тут немножко ошибся. Ну тоже бывает. Дело в том, что каждая свечка, как я сказал, формируется в течение двух минут. Я же купил случайно опцион в тот момент, когда свеча не закрывалась, а у нее впереди еще одна минута была. Но для этого надо смотреть на таймер внимательнее. Я что-то отвлекся. Сам себя, так сказать, здесь наказал. Поэтому здесь, видите, вторую сделку я не спешу покупать. Я выжидаю еще время, чтобы синхронизироваться со свечкой, чтобы покупать новый опцион. Как только закроется текущая свеча, откроется новая. Вот. А не посередине свечи, так сказать. Покупается опцион за 30 долларов. В последовательность довольно сильная. У меня фильтра теперь полностью отбит. Фильтр начинался, где две длинные зеленые свечи. Ну и, собственно, рынок продолжает импульс. Повторюсь, что это не так проблемно, потому что в серии сделок у нас используется 6 опционов. В случае необходимости повышается экспирация. То есть время сделки можно повысить. Например, на следующем шаге. В общем, это такой обычный рабочий процесс. Да, у меня счета есть в нескольких компаниях. Я торгую не только на Pocket Option. Напомню, что ссылка на него в подписи к этому видео. У меня есть также счета. Я записываю видео, веду торговую онлайн-трансляцию в режиме реального времени. На счетах, в том числе и других компаний. И, кстати говоря, обратите внимание, что в вводном курсе во втором уроке описана новостная методика. Это вообще бомбическая стратегия. По ней сделок может быть не так много, но за два с лишним года ее применения всего лишь одна новость была закрыта с убытком. И то, честно говоря, там я косякнул. Все остальные новости отработаны исключительно в Profit. Это основная стратегия, по которой мы на трансляциях торгуем в группе Practica Binar 2.0. Это моя закрытая группа. Кстати, попасть в нее можно без каких-либо регистраций по ссылкам и чему-то подобному. Ставлю тоже в подписи к этому видео ссылку на описание группы, ее особенности, условия входа и так далее. Ну и последняя рыночная ситуация. Это евро-доллар. Здесь захожу после длинной свечки и тут же рынок разворачивается вверх. Здесь все довольно-таки быстро разрешается. Рынок корректируется после ценового импульса. Да, сделка сейчас закроется. Вам спасибо большое за внимание. Обязательно пройдите вводный курс, если вы этого еще не сделали. Там тренироваться можно. Напомню, на данном счетах самых разных компаний, каким вы доверяете, неважно. Он бесплатный. Ссылка в описании. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Там постоянно публикую обзоры новостей и другой материал, который позволяет в торговле. Пока.